Меня зовут Юрий Белановский, кто не знает, и я курирую учебные некоторые направления, в данном случае вебинары. Одно из этих учебных направлений связано с обменом опытом по организации волонтерской деятельности некоммерческими и благотворительными организациями. Сегодня у нас в гостях Татьяна. Татьяна представляет центр учебной педагогики. Это совершенно потрясающая, уникальная, классная, замечательная, чудесная, совершенно благотворительная организация со своей долгой историей, с огромным опытом, с многими-многими-многими-многими направлениями работы. Я немножечко чуть-чуть по касательной знаком и всегда восхищался тем, что происходит, тем, как люди работают, как организовано и работа специалистов, в том числе волонтеров. И никогда не мог понять, как вот это вот волонтерское сообщество вокруг педагогов, вокруг специалистов формируется, как оно работает. Для меня это всегда была загадкой, вот Татьяна согласилась нам эту тайну раскрыть. Поэтому я с огромным удовольствием буду слушать. У меня наверняка будут вопросы, но я, скорее всего, буду задавать их ближе к концу. Если у вас, дорогие друзья, коллеги, будут вопросы, то, я не знаю, Татьяна, наверное, сейчас скажет формат, в котором удобно, можно ли перебивать, или лучше писать, или лучше также дождаться конца. Поэтому, чего, Татьяна, вам слово. Спасибо. Да, всем здравствуйте. Можно Таня. Я, наверное, тоже, Юр, как вы, предложу всем задать вопросы после моего рассказа. Я подготовила небольшую презентацию и постараюсь в ней все рассказать и показать. Насчет тайны очень точно определили, Юра. Для меня это тоже до сих пор остается не до конца понятным процессом. Я вот попыталась разобраться к этому, к этой встрече. Но что-то там все еще каким-то магическим образом работает. Может быть, ваши вопросы помогут мне тоже какие-то ответы найти. И сразу оговорюсь, в названии тоже указано, что это опыт Центра лечебной педагогики. Это такая вот именно наша практика. Ни в коем случае не пытаемся позиционировать ее как единственную верную или супер успешную. Вот просто вот у нас такой опыт сложился. Я немножко расскажу про сам Центр. Вдруг кто-то не так хорошо знаком с нами, как Юра. Центр лечебной педагогики «Особое детство» — это некоммерческая организация, которая занимается помощью детям и взрослым с особенностями развития. И если говорить о какой-то нашей основной, какой-то такой глобальной цели, это реализация прав людей с нарушениями развития, на образование, реабилитацию и какую-то нормальную, обычную или, как в презентации указано, достойную жизнь. Вообще, Центр появился довольно давно. Сейчас он реализует разнообразные программы, в их числе и помощь особым детям и их семьям. И изначально он создавался как Центр, в котором оказывают помощь именно детям с особенностями. Это помощь людям с особенностями, достигшим 18-летия. И сейчас основная деятельность в этой сфере ведется фондом «Жизненный путь», но фонд «Жизненный путь» создавался силами ЦЛП и изначально. И еще одна большая такая сфера, в которой ЦЛП участвует — это правозащитная и общественная деятельность. И сюда входят и взаимодействие с государственной системой, и юридическая поддержка семей и взрослых с особенностями. Это и волонтерские команды, которые посещают интернаты, и много-много-много других проектов. Мы будем сегодня говорить про именно помощь, вот эти первые два пункта, которые реализуются как такие педагогические, лечебно-педагогические программы внутри Центра. Центр, я уже сказала, давно существует. Это какая-то фотография из первых выездов на природу, из которых выросли наши поездки на Валдай, интегративный лагерь. И создавался Центр силами таких заинтересованных родителей, на самом деле, и заинтересованных специалистов. 89-й год, ну вообще вот 89-й, начало 90-х — это такое время, когда появлялись подобные организации, какие-то интересные школы и центры для детей с особенностями. начиналось все с небольшой квартиры, которую снимали, в ней проводили занятия. И я так понимаю, что волонтерство само собой как-то развивалось. В Центре приходили друзья, какие-то там однокурсники, одногруппники уже работающих там, специалистов, и начинали просто помогать. На сегодняшний день, ну вот последние данные у нас 21-го года, но я думаю, что они не сильно отличаются от нынешнего. В команде работают 135 специалистов. Это педагоги разных профилей, от дефектологов до игровых психологов, до специалистов по двигательному развитию и так далее. В ЦЛП регулярно существует 30 или 33 группы для детей с особенностями. И 400 детей в месяц посещают эти занятия. Ну, примерно в группе по 10 детей, скажем так. Помимо вот этих регулярных занятий ведутся консультативные встречи, первичные приемы, и каждый месяц 100 детей мы принимаем. И вот во всей этой, во всей этой движухе помогают 40 волонтеров. Примерно, ну вот если так представлять себе, что у нас есть 30 с чем-то групп, примерно в каждой группе есть 1-2 волонтера. Не очень большое количество, скажем так. Вот мне кажется, это один из таких ключей к тому, как как волонтеры у нас оказываются, работают и что делают. Что делает волонтер вот в этой нашей педагогической команде? Чем вообще мы занимаемся, чем занимаются тем, что у нас волонтеры. В группах центра получают помощь дети от раннего дошкольного возраста до подросткового возраста. Дети с самыми разными особенностями. И дети с тяжелыми множественными нарушениями, которым там необходима физическая помощь для перемещения, с серьезными трудностями коммуникации, с интеллектуальными нарушениями. И могут быть группы для детей, которые ходят в обычную школу, но у них, например, трудности взаимодействия с одногруппниками, это под нашими одноклассниками, и это будет группа общения. Практически у всех детей в группах есть трудности с включением в общие процессы, с произвольным вниманием, с взаимодействием с другими детьми, взаимодействием со взрослыми. И практически у каждого ребенка на групповых занятиях есть свой взрослый, такой сопровождающий, который является с одной стороны другом для ребенка, с другой стороны неким таким костылем, который помогает ребенку справляться со всякими сложностями, помогает регулировать эмоциональное состояние, помогает выдерживать границы, помогает включаться в занятия, помогает правильно взаимодействовать с другими детьми. Вообще, если перечислять вот эти вот обязанности сопровождающего, получается целая огромная сфера, которую трудно описать. И вот волонтер, который приходит в группу, как правило, становится как раз вот таким вот сопровождающим для ребенка, постепенно осваивает вот эту большую сферу обязанностей. Помимо того, что волонтер может помогать в наших группах в центре, он может участвовать в наших каких-то коротких программах, выездах. В принципе, там он выполняет такую же функцию, он сопровождает какого-то подопечного во время наших программ. Расскажу чуть-чуть поподробнее, чем же отличается от всего другого волонтерства именно волонтерство в педагогической команде. У нас есть волонтерство в учреждениях, и я всегда говорю, что это две большие разницы. Если мы говорим про волонтерство в интернате, например, мы говорим про некую социальную функцию волонтера. Он приходит не для того, чтобы, не в первую очередь, не для того, чтобы чему-то научить ребенка или взрослого, не для того, чтобы решать педагогические задачи, а для того, чтобы провести время с этим человеком, для того, чтобы изменить каким-то образом именно социальную ситуацию. Когда мы говорим про волонтерство в наших группах, в педагогической команде, мы говорим скорее о именно педагогических задачах. И здесь не будет вот этого сопротивления сложной среде, о которой мы можем говорить, когда волонтер приходит в учреждения. Здесь не будет вот этой составляющей, которую часто, мне кажется, ищут волонтера в учреждениях, бескорыстной, незамутненной помощи тем, кому эта помощь нужна больше всего на свете. Детям, оставленных родителями, живущих в интернате. В центр, как правило, приходят дети, у которых родители есть. Помимо центра у детей есть еще целая жизнь, другие занятия. И после занятий в центре ребенок, скорее всего, пойдет в соответствующую ему, его возможностям школу. И будем надеяться, что все у него будет хорошо. Ну, то есть это, конечно же, дети с особыми потребностями, но не брошенные судьбой, не покинутые. Поэтому волонтер, который приходит, часто пользуется возможностью пообщаться с ребятами с особыми возможностями, но при этом в некой терапевтичной среде, в безопасной среде мы в центре стараемся создавать некие идеальные условия, когда среда принимающая, когда и физическая среда подстраивается под ребенка, отношение к родителям определенным образом тоже сформировалось за годы работы. Это я сначала написала «безопасная среда», в отличие от, наверное, учреждений, где есть некая враждебность. Вторая такая важная особенность волонтерства в педагогической команде – это возможность работать с профессионалами, с профессиональными педагогами и перенимать их опыт. Заинтересованный волонтер всегда может посещать индивидуальные занятия, посещать разные группы, набираться опыта, и это будет только приветствоваться. Для волонтера в такой педагогической среде очень важен его интерес, его готовность учиться. Иначе ничего не получится. Волонтер в группах обязательно участвует в педсоветах. Он должен быть заинтересован в том, чтобы ребенок, которого он сопровождает, развивался, чтобы его задачи решались, чтобы ему было комфортно. И для этого необходимо некое погружение в процесс, интерес. И это не значит, что волонтер обязательно собирается делать какую-то педагогическую карьеру, становиться специалистом. Это какое-то правило, которое применимо к любому человеку, который решил стать волонтером в группе. И еще одна особенность работы в педагогической группе – это довольно высокая ответственность и вовлеченность просто даже по затратам временным. на волонтера в группе будут рассчитывать, как на члена команды полноправного. Как правило, группа проходит два раза в неделю, групповой день примерно три часа, еще есть педсовет. Ну, то есть вообще довольно непросто найти человека, который будет готов 7 часов в неделю посреди рабочей недели заниматься этим волонтерством. То есть это уже какого-то своего рода первая ступень отбора. Кто становится нашими волонтерами, откуда они вообще появляются? Часто становятся волонтерами какие-то, грубо говоря, свои люди. Это те, кто уже знаком с ценностями ЦЛП, кто уже знаком с людьми с особенностями, часто становятся волонтерами родителей детей, которые посещают занятия, братья, сестры, дяди, тети и так далее. Начинается все, как правило, с посещения какого-нибудь выезда, в котором, как правило, участвуют сиблинги, родственники детей с особенностями, и появляется интерес и желание помогать. И потом уже довольно часто такие вот близкие люди становятся постоянными волонтерами, но есть у нас всегда правило, что родственники не работают со своими близкими, они всегда приходят в какую-то другую группу. Частыми волонтерами становятся студенты профильных вузов. У Центра лечебной педагогики подписано соглашение о сотрудничестве с ведущими педагогическими вузами Москвы, и студенты проходят у нас практику. Когда студент проходит практику, он все-таки не волонтер, он практикант. Но практика – это хорошая возможность для человека вообще посмотреть, что вообще у нас происходит, как устроена работа, заинтересоваться, понять, что для того, чтобы работать с ребенком, необходимо не только знание, но и практика. И часто такие студенты, которые прошли у нас такую учебную практику, остаются, становятся волонтерами, а потом зачастую и специалистами, сотрудниками Центра. Помимо того, что ЦЛП помогает особым детям проводить занятия, есть образовательная структура, экспертный методический центр «Особое детство», где проходят обучающие курсы повышения квалификации, которые проводят наши специалисты. И многие люди, которые проходят это обучение, тоже оказываются заинтересованными в том, чтобы пройти какую-то практику. Чтобы пройти практику, можно прийти и быть волонтером у нас. И вот так действительно довольно часто люди, которые у нас обучились, и есть какие-то визитные карточки ЦЛП, какие-то образовательные программы, которыми ЦЛП, не знаю, известен в мусских кругах. Например, курсы образовательные по игровой педагогике, которые были разработаны нашими специалистами. Жестовый язык «Макатон» – ЦЛП – это сертифицированный представитель этой образовательной программы. И часто, чтобы… Ну, это как визитная карточка и как… Не знаю, как сказать. В общем, тем, кому интересна, например, игровая педагогика, им интересно потом поработать в ЦЛП. Ну, и, конечно, не все там заинтересованы в том, чтобы прокачивать свои педагогические навыки. Часто просто какой-нибудь хороший человек хочет проводить время, приятно играть с детьми. И он приходит в ЦЛП и становится волонтером. Я вот как раз такой человек. Пришла в ЦЛП, не зная никого из центра и не имея профильного образования. Вот так и осталось. Вообще схема, как становятся волонтерами, она довольно стандартная, стандартизированная. Есть план, есть некоторые там пункты, по которым волонтер движется и становится полноценным волонтером. Он сначала должен там заполнить анкету на сайте, посетить установочную встречу, пообщаться с координатором, то есть со мной. Координатором рассказывает, что такое волонтерство в группах, что такое волонтерство в интернатах, что такое ЦЛП, потому что часто волонтеры, приходят и не знают про ЦЛП. Если волонтер выбирает, что ему интересно, и он готов свое расписание подстраивать под работу в группе, а это примерно половина. Я так посмотрела, готовясь к вебинару. За год около ста человек заполнили анкету, то есть не то, что просто изъявили желание, они заполнили анкету, пришли на установочную встречу и потом еще и выбрали, что хотят быть волонтерами. То есть примерно 100 человек прошло вот эти пункты, и из них примерно половина выбрала, что хотят участвовать именно в групповых занятиях. потом нужно пройти какой-то соединиться звезды какие-то таким образом, чтобы волонтер попал, совпал своим расписанием, с расписанием группы, где волонтер необходим. Если это случилось, то он приходит знакомиться с руководителем группы, посмотреть на группу. И это такая первая встреча, тоже несколько проверочная для волонтера. Его просят побыть наблюдателем, как правило, сидеть на диванчике и посмотреть, что происходит в группе, сформулировать вопросы и их потом озвучить. И не все справляются с этим заданием. Иногда волонтер хочет сразу же бежать помогать, чего-то делать, и это неправильно. Если волонтер смог посидеть, посмотреть, никого не трогая, и потом задает вопросы, и по вопросам руководитель группы понимает, то кажется, что волонтер действительно чуткий, интересующийся и адекватный человек, то волонтер остается в группе. Если волонтеру показалось, что руководитель группы Тоже чуткий интересующийся и адекватный человек. Он остается в группе и постепенно начинает знакомиться с детьми, постепенно начинает сопровождать ребенка, которому сопровождение необходимо. Происходит такая передача отношений. И тут тоже работают некие наши педагогические принципы. Нам очень важно передать эмоциональный контакт с ребенком. И для этого новенького волонтера, скорее всего, пригласят на индивидуальную игру с ребенком, попробуют поиграть с ним на троих, попробуют позвать волонтера на какое-то еще индивидуальное занятие. И по первому времени волонтеры постоянно будут готовы подхватить другие педагоги, если будут какие-то там сложности с ребенком. И вот уже через какое-то время у волонтера с ребенком складываются какие-то хорошие отношения. Волонтер – это уже полноценный сопровождающий. Ну, вот я рассказывала про то, что какие-то задачи у волонтера неописуемые, что он должен сопровождать ребенка, а это он должен ему всячески помогать, поддерживать, обеспечивать еще его безопасность в рамках каких-то его возможностей. и таким быть другом и опорой. Кроме этого, волонтер может еще и участвовать в консультациях в первичных приемах. Это вот такая тоже интересная для начинающего педагога сфера, где можно оказаться на консультации, которые происходят для семьи с ребенком, которые впервые оказались в ЦЛП. помогающие, то есть в нашем случае волонтер играет с ребенком, а специалист-эксперт Центра общается с родителями. И в итоге этой консультации дает какие-то рекомендации, продумывает некий дальнейший образовательный маршрут для ребенка. И волонтер приветствуется, чтобы волонтеры участвовали в таких консультациях. Это такое испытание для волонтеров, с одной стороны, с другой стороны, большой рост, возможность какой-то новый опыт приобрести. Есть, конечно же, и границы ответственности. Не все на этого несчастного волонтера валится. Во-первых, конечно же, волонтеры не поручают сопровождение поведенчески сложного ребенка. Как правило, для волонтера всегда выбирают ребенка, которого проще всего сопровождать в группе, который легко, легче, чем остальные дети в группе, идет на контакт, которого человек без серьезной подготовки все-таки сможет действительно сопровождать и быть полезным. Ну и, конечно, волонтер не остается один, и его постоянно готовы подхватить другие педагоги. Волонтер не проводит индивидуальные занятия, он не должен оставаться один на один с ребенком. Вот я написала среди функций волонтера обеспечение безопасности, если с ребенком что-то случится, волонтер никакой ответственности за произошедшее не несет. Ответственность ложится на педагогов. И важно, что волонтер не дает конструктивную обратную связь родителям ребенка, не дает советы, не рассказывает об успехах. Конечно же, у нас нет какого-то жесткого запрета, что волонтер не может слово сказать родителям, но если это будет какая-то именно обратная связь педагогическая, это должен делать специалист. Вообще, с каждым волонтером центр заключает волонтерский договор. Но смешно, что ни одно из этих вот перечисленных правил в этом договоре не указано. Я специально прочитала волонтерский договор, не очень знала, о чем в нем рассказывается. И там довольно такие формальные вещи у нас проговариваются. И вообще, волонтерский договор для нас воспринимается как некая формальная вещь, которая используется для отчетности. И чтобы, если какой-то ужасный волонтер вдруг попадется, такого не случается обычно, можно с ним договор расторгнуть и сказать, мы с тобой больше не играем. В договоре там сказано, что волонтер может пользоваться имуществом ЦЛП, но не ломать его, что волонтер может приходить обучение и безвозмездно нам помогать. А мы, соответственно, можем ему приглашать его на разные мероприятия и спрашивать, когда он, когда он, какие-то отчеты от него просить. А он может, должен заранее предупреждать о том, что придет или не придет. Единственное, как мне показалось, суперважное условие волонтерского договора, вот этого юридического, состоит в том, что волонтер не имеет права разглашать конфиденциальную информацию. И это действительно так. Он не может публиковать фотографии, публиковать какие-то диагнозы, какие-то личные истории без разрешения родителей. Но вот эти остальные правила, которые мне кажутся наиболее важными, они не зафиксированы на бумаге, и они проговариваются руководителем группы с волонтером и постепенно волонтером усваиваются. У нас есть брошюра для волонтера, который только-только собирается прийти на группу. В этой брошюре тоже прописаны какие-то основные правила. Среди них как раз и какие-то рекомендации к сопровождению, техника безопасности. Но они не написаны как какие-то непреложные истины, какие-то, скорее, это с точки зрения здравого смысла необходимые вещи. Обучение волонтеров. Вот есть у нас брошюра, в которой описаны основные какие-то важные вещи, которые могут быть, ну, которые очевидны для педагогов, например, но могут быть неочевидны для новичка. Это и с точки зрения взаимодействия с ребенком, и с точки зрения техники безопасности. Я рассказываю многое достаточно про волонтерство во время нашего собеседования. И на самом деле основное такое обучение происходит именно уже во время волонтерства, когда волонтер оказывается в группе и, во-первых, наблюдает за жизнью группы, и поэтому его сразу же не пускают сопровождать какого-то ребенка, потому что он должен сначала посмотреть, как все происходит. И руководитель группы и другие педагоги постоянно дают волонтеру обратную связь. Но, возможно, не постоянно, в идеале это должно быть так. И для этого отводится специальное время, педсоветы, если педсовет – это как раз то время, когда можно обсудить детей, обсудить задачи, и в том числе дать волонтеру какие-то рекомендации, совет, ответить на его вопрос. И вообще-то в обязанности руководителя группы входит работа с командой. Волонтер – это часть команды. Поэтому не грех руководителю группы отдельно созвониться с волонтером, обсудить ребенка, ответить на его вопрос. В ЦЛП есть довольно большое количество образовательных ресурсов, которые находятся в свободном доступе. И тоже задачей руководителя группы является направить волонтера, сориентировать его в этом многообразии информации, дать ему необходимые книги. Помимо этого, есть регулярные вебинары для волонтеров, которые проводятся специалистами ЦЛП. И приветствуются, чтобы волонтер эти вебинары посещал. Есть какие-то базовые вебинары, которые есть в записи. И тоже приветствуются, чтобы волонтер эти записи посмотрел. Более опытный волонтер начинает более активно участвовать в жизни, педагогической деятельности в жизни детей. И он уже какой-то приобретает равный голос в обсуждении задач. И поскольку сопровождающий человек, который больше всего видит ребенка, его мнение действительно будет важным. И волонтер может начинать в такой связке с педагогами писать диагностические карты под этим. Конечно, последнее слово будет и специалистом, но это такой уже тоже шаг к профессиональной педагогической работе. Чего происходит вообще с волонтером в ЦЛП? Конечно же, бывают волонтеры, которые просто отваливаются, которые понимают, что ЦЛП им не очень подходит. Бывают волонтеры, которые отрабатывают какой-то определенный период, получают свой опыт, получают из себя что-то ценное и уходят. Это может быть уход в какую-то другую организацию тоже педагогическую. Это может быть просто изменение в жизни человека. Бывает так, что волонтер остается волонтером Центра годами. Николай, вы хотите задать вопрос? Да, я хотел спросить, есть ли какая-то статистика, сколько уходит, сколько остаются волонтерами годами? Есть какое-то понимание? У меня есть только понимание про третий пункт, про то, что сейчас, ну вот есть волонтеры, которые остаются волонтерами годами и просто тусуются в этой приятной среде, становятся друзьями Центра. А есть волонтеры, которые потом продолжают свою карьеру в ЦЛП, становятся сотрудниками. Там есть некоторая градация, волонтер может стать сначала учеником и для этого пройти обряд инициации, посмотреть первичный прием, консультацию с экспертом Центра. Я знаю одну историю, я хотела прямо рассказать, что одного моего знакомого коллеги, он должен был смотреть первичку с Анной Львовной Битовой, нашим директором в то время, и у него от напряжения пошла кровь из носа. Вот, ну в общем, это такой важный процесс, перевод волонтера в ученики, есть определенные условия для этого. Как минимум, юридически волонтер должен либо получать, либо уже закончить педагогическое или психологическое образование. Потом ученик может стать стажером, а стажер может стать специалистом. Это тоже целая какая-то история, про которую могу тоже потом рассказать подробнее. И вот у меня есть статистика, если можно так назвать, что примерно 10% волонтеров, которые вообще участвовали в жизни Центра, потом становятся педагогами, становятся сотрудниками. Ну а остальные в основном уходят, правильно? Ну то есть сколько-то поработав? Ну да, получается, что так. Если честно, не знаю, сколько волонтеров остается с друзьями Центра. Это такой статистики. Ну в общем, трудно вообще четко отследить, стал ли ты другом Центра или нет. Поэтому сложно провести такие подсчеты. Ну да, уходят. Получается, что так. Я вообще, как какую-то, мне кажется, ведущую линию всего этого взаимодействия с волонтерами, их обучение, принятие волонтера в группу, потом перевод волонтера в сотрудники, думаю про то, что это все ужасно у нас какая-то не, казалось бы, не структурированная история. Нет каких-то четких правил. Нету регламента, сколько человек должен проработать волонтером, чтобы стать потом учеником. Нету аттестации волонтеров. Вот пришел, ты работаешь, и никто тебе не скажет, что ты плохой волонтер, уходи. Но есть некая такая стойкая формулировка «хороший волонтер», и она прям часто встречается даже в неформальных каких-то разговорах, когда мы характеризуем человека для дальнейшей работы. Можно сказать, вот у меня есть такой хороший волонтер, давай его возьмем в лагерь. Или мы можем рекомендовать его для работы где-то в другом месте, сказать, ой, это у нас был очень хороший волонтер, обязательно его там возьмите на работу. Или можем рекомендовать его просто как, не знаю, родителям, если он сопровождает ребенка. У нас вообще-то это очень хороший волонтер. Я попыталась провести некоторые анализы, узнать у наших руководителей групп, что вообще входит в это определение «хороший волонтер». И это, вот вы видите на экране, какие-то частотные определения. На самом деле, не все они, мне кажется, должны выполняться одним человеком, потому что это нереально. Но вот какие-то вещи мне показались такими яркими, определяющими. Например, вот умение слышать. Умение слышать, делать, что просят, а главное не делать то, что просят не делать. Или умение быть незаметным. Или быть гибким и готовым помогать и с детьми, и с уборкой игрушек, и с подготовкой к занятиям. Вот, еще вот тоже, тоже чуткость такая, наблюдательный, умеющий посидеть в сторонке и спокойно посмотреть, а потом понять, где нужна помощь, и помочь. В общем, какой-то человек, который читает мысли, кажется. Но на самом деле, это правда какое-то такое основное, основное требование, которое предъявляется волонтеру, и должен быть человек, который как будто высчитывает ситуацию, который должен подстраиваться под нее, интересоваться, хотеть помочь, и при этом не мешать. Мне кажется, важно, что работать с волонтером, это, в общем-то, не только чистая прибыль, чистая помощь от волонтера. Вообще-то волонтер это человек, требующий дополнительного внимания, затрат времени, руководителя группы, и какой-то дополнительной помощи. Поэтому очень важно, чтобы он действительно быстро обучался, подстраивался под вот эту нашу среду, которая уже выстроена в ЦЛП, и был готов развиваться самостоятельно, думать, задавать вопросы, обсуждать. Сам бы хотел расти в этой сфере. Наверное, поэтому нету такого четкого обучения, и нет такого четкого регламента, и нет какого-то четкого нечетких правил, чем ты должен заслужить внимание волонтера или хорошего волонтера, потому что это настолько тонкие вещи, что их невозможно четко прописать. Я вот наверное этим хотела бы подойти к некоторому завершению, что когда мы ищем волонтеров в свою команду, мы формируем некое сообщество, мы ищем своих людей, и поэтому нету некоторых таких четких критериев, есть понимание, что человек тебе подходит в ходе работы. Поэтому у нас в общем-то в ЦЛП довольно редко бывают отказы. Волонтерам довольно редко, если он уже начал ходить в группу, довольно редко отказывают. Чаще всего волонтер, когда понимает, что ему комфортно и тяжело, он, мне кажется, уходит сам, как правило, он не справляется. Мы никогда, по-моему, не говорим волонтеру, что он плохой, и всегда есть место в некой обратной связи. Ну, бывают случаи, когда можно расстаться, но это обычно рекомендация посмотреть еще какие-то другие группы, потому что группы в целом очень разные, и мы всегда говорим о том, что подход каждого руководителя тоже отличается, и возможно с каким-то одним руководителем человек не нашел общего языка, а в какой-то более медленной группе с каким-то другим руководителем все сложится иначе. Я, когда опять думала про эти негласные гибкие правила, какие-то условия, подумала про то, что в ЦЛП вообще одним из основных является средовой подход в работе с детьми. То есть педагоги создают определенные среды, под которые ребенок должен адаптироваться, и мне показалось, что в общем-то с волонтерами работает примерно такая же система, что есть некоторая среда с некоторыми ценностями, правилами, способами коммуникации, и либо человек в эту среду вписывается, и она ему комфортна, либо нет, и он тогда среду меняет и уходит в какую-то другую организацию. Мне кажется, суперважна открытость сотрудников к взаимодействию с волонтерами, потому что они лично заинтересованы в том, чтобы их группа хорошо работала, чтобы группа хорошо работала, нужно, чтобы участникам коллектива было комфортно друг с другом, и поэтому всегда есть вот эта готовность дать обратную связь, вместе проанализировать работу, провести какую-то супервизию, если есть какая-то сложность разобрать видео, это такая тоже важная особенность именно волонтерства у нас. И мотивация волонтера, несмотря на то, что он оказывается в этой педагогической среде, в педагогической команде, его мотивация не должна быть карьерным ростом, он не должен прийти в цепь для того, чтобы устроиться на работу. И тут тоже, мне кажется, с одной стороны минус, что непонятно, сколько тебе придется быть волонтером, с другой стороны плюс, потому что это не может стать мотивацией для человека, а мотивация это всегда интерес, это удовольствие от работы и взаимодействия с ребятами в центре, это желание оказаться в приятной команде с ценностями, которые совпадают с ценностями волонтера. И мне кажется, это какие-то такие ключевые особенности устройства волонтерства в нашей педагогической команде. вот, я на этом хотела, наверное, завершить. Если есть какие-то вопросы, я понимаю, что у нас еще много времени, но не хотелось придумывать еще о чем рассказать, я решила, что вы мне зададите вопросы, я на них отвлечу. хорошо, спасибо огромное, ну, действительно, очень интересно, и я, наверное, попрошу какие-то вещи подробнее рассказать. Коллеги, друзья, вы можете меня смело перебивать, я здесь не на правах, главного задавальщика вопросов, ну, если позвольте первый задам, а дальше чего хотите, то и делайте, если вы будете молчать, вопрос буду задавать я, это у меня такая угроза, как он учит. Вот, итак, правильно ли я понял, вот, Татьяна, давайте поправляйте, для того, чтобы обеспечить помощь педагогам, которые занимаются с группами детей с особенностями, сегодня Центр лечебной педагогики достаточно порядка сорока волонтеров, и если то или иное место становится вакантным, то тогда из той условной некой очереди небольшой, которая есть, потому что организация ваша известна, и кто-то хочет стать волонтером, вы, так сказать, на вакантные места подключаете новичков, вот это правильно поняли? Да, на самом деле так, это, конечно, завидное такое положение ЦЛП, но здесь нужно учитывать сложность падения расписаний, и бывает так, что волонтер есть, вроде бы запрос есть, а все равно состыковать не получается из-за того, что нужно именно по вторникам и четвергам, с трех до пяти. Да, и вот тут мой следующий вопрос, что средняя занятость волонтера у вас, она какая? То есть понятно, что конкретная группа, то есть конкретный педагог со своей группой детей встречается не раз в месяц, он встречается, видимо, как вы уже сказали, два раза в неделю, и занятость волонтера должна соответствовать расписанию группы, то есть это условно два раза в неделю с учетом, не знаю, подготовки к занятию, окончания каких-то штук, наверное, часа два минимум провести у вас, или больше? Вот сколько? Больше, получается, это около семи-восьми часов в неделю уходит у человека. Ну, то есть условно по четыре часа два раза в неделю? Ну, примерно так. На самом деле ситуация тоже может различаться, бывают группы, которые проходят раз в неделю, но их меньше, там дети обычно нуждаются в меньшей поддержке, волонтеров, это группа общения, вот, так что чаще всего действительно, да. мы как бы усредненно, да, вот, и на самом деле как бы самая большая такая сложность заключается в том, чтобы пришли люди, которым интересно именно вот такая помогающая, поддерживающая волонтерская работа по отношению к педагогу и вот детям с особенностями развития, здоровья, и вот соответственно совпадение графика. И в принципе, поскольку количество относительно небольшое, а действительно имя организации известна, ну и плоды добрые известны, и много очень тех, кто принимает участие, благодарен, соответственно, вот основная ваша работа состоит в том, чтобы принимать желающих и встраивать их уже в эти действующие, условно говоря, шестеренки, которые крутятся. Да, получается, что так. Хорошо, я прояснил, у меня есть еще вопросы, друзья, кто хотел бы задать вопросы, смело включайте микрофон и задавайте вопросы. Раз, два, три, никто не хочет. Хорошо, вот, тогда мой следующий вопрос, давайте пройдемся процедурно, вот по поводу, вот вы говорили, там установочная встреча, то есть, вот я условный кандидат, я вам чего, звоню, пишу на сайте, что я делаю? Вы регистрируетесь на эту самую встречу, которая проходит раз в неделю в определенный время. А как я не узнаю? Если вы захотите, ну, смотрите. Я узнаю. Да, вот, да, именно так, похоже, что. Понятно. Это хорошо. Но если вы зашли к нам на сайт, у вас вы попадаете, можете посмотреть раздел специально для волонтеров, почитать о том, общие слова о том, чем вы можете быть полезны, и за подробностями прийти на установленную встречу. Периодически в наших соцсетях, ну, если это вопрос более-менее про привлечение волонтеров, да, 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 волонтеров у нас узнают. Есть соцсети ЦЛП, которые периодически постят тематические посты, извините, и там обычно есть контактные данные, координаторы меня, к которым можно обратиться. Ну, да, это понятно. Как часто эти встречи проходят? Или они проходят спонтанно? Они проходят раз в неделю в угловленное время. И, если я правильно понимаю, поскольку направлений работы много, то мы просто сегодня не говорим о других волонтерах, да, но, видимо, на этих встречах вы взаимодействуете и знакомитесь с волонтерами других направлений, и поэтому вы, грубо говоря, без работы не сидите раз в неделю. Ну, то есть, если мы говорили сейчас всего про эти 40 и там, условно, один-два вакантных, то могло бы получиться, что в какие-то недели, к вам никто не пришел. Но, видимо, для других направлений нужно больше волонтеров, поэтому вы с ними взаимодействуете. Да. Я сейчас, простите, Таня, вот тут Николай Семенов поднимает руку. Я готов и дальше процедурно уточнять. Николай, пожалуйста, если у вас вопрос. Да, я бы хотел просто уточнить, что на самом сайте тоже есть кнопочка, которая позволяет связаться и подать заявку через почту, чтобы участвовать в волонтерской программе. Отлично. Да, это очень удобно. Спасибо. Вот. Хорошо. И, собственно, вопрос мой был к этой встрече, установочной встрече. Вот я на нее пришел, забился в уголок, сижу, смотрю. А что вы со мной делаете? Ну, вот, благодаря тому, что я уже прошла школу координаторов в Даниловцах, много нового я вам не расскажу про то, что мы там делаем. Ну, немножко отличается процесс от того, чего делают Даниловцы, потому что, по-моему, у вас очень подробно написано на сайте про каждую программу и происходит уже конкретно знакомство с волонтерами. К нам волонтеры приходят из сайтов про волонтерство, там, Добро.ру, волонтер.ру и так далее. Приходят, многие приходят просто по рекомендации знакомых и друзей. Многим кто-то посоветовал на учебе и у них нету такого более-менее четкого представления о том, чем вообще детцентр занимаются. Ну, то есть, они понимают, что мы помогаем особым детям и взрослым. Каким образом? Им не очень понятно. Чем отличается работа в интернате от работы в группах вообще не представляется никак, никаким образом. И поэтому половину встречи примерно я рассказываю про ЦЛП, про варианты помощи, про то, какие там временные ресурсы необходимо тратить на то, чтобы работать в группах, на то, чтобы работать в интернате, какие есть вообще особенности этой работы. Рассказываю про требования вот эти все к волонтеру, к сопровождающему, рассказываю про плюсы и минусы волонтерства в интернате тоже. И после того, как я это рассказала, прошу задать вопросы, а после провожу такое небольшое знакомство с каждым, прошу ответить каждого волонтера на ряд вопросов, задаю какие-то уточняющие и заодно спрашиваю, какое направление помощи его заинтересовало на данный момент, куда бы он хотел попасть в это. И после этой встречи каждый волонтер получает, ну, не каждый, каждый волонтер, про которого я понимаю, что он хорошо бы, чтобы прошел дальше в этом пути, получает более обширную анкету, в которой может выбрать одно или несколько направлений, которые хочет попробовать. И дальше либо я продолжаю взаимодействовать с этим волонтером, если он выбрал волонтерство в группах, поддерживаю с ним связь и сообщаю, когда появилось какое-то место. Ну, я еще на правах такого координатора и педагога тоже могу, ну, например, если он у меня есть, два волонтера, которые попадают оба в конкретное время, в конкретное время. Оба хороши. но я могу выбрать, кто, мне кажется, больше подходит конкретному педагогу под конкретный, потому что группы действительно разные. Если есть какой-то очень живой, очень активный волонтер, который очень хочет помогать, я вижу по его речи, по тому, как он двигается и по тому, как он себя преподносит, что это человек суперактивный, я вряд ли его, если будет возможность, я его скорее отправлю в какую-то группу, где будут бегучие аутичные ребята, за которыми нужно бегать, с которыми нужно активно играть, которым нужно там или группа общения. И какого-то более там чуткого и прислушивающегося волонтера, наверное, попробую отправить в группу, где дети с тяжелыми множественными нарушениями, где нужно еще больше терпения, очень медленный темп, умение подстраиваться под самые маленькие какие-то сигналы ребенка, я буду делать какой-то такой выбор, если он у меня... Ну, и это все при условии, что там есть вакансия. Да, это все при условии. Если вакансии нет... Я говорю, слушайте, сейчас, вот на данный момент... Стоп листи. Да, нужно немножко подождать. Вы можете пока пойти, например, поволонтерить в интернат, если вам уже скорее хочется приступить... Ну, то есть вы предлагаете другие направления, где человек может при желании поучаствовать, и если у него впоследствии останется желание вот на эту вакансию вернуться, вы ему предложите. Хорошо. И, предположим, эта вакансия есть, предположим, человек вам понравился, то есть, по сути, на самом деле, это такая бы у вас беседа знакомства с рассказом о том, как устроены ЦЛП, как устроены конкретные группы ваши, да, какие могут потребоваться человека, какие-то умения, не знаю, навыки там и так далее. Вот. И человек вам нравится, есть вакансия, и вы просто ему говорите, вот там, Мария Петровна ведет такую-то группу, теперь ты поступаешь в ее распоряжение. И, собственно, все, правильно или нет? Ну, нет, не совсем. Я стараюсь отслеживать, что происходит с волонтером в дальнейшем. Я запрашиваю обратную связь от руководителя группы и запрашиваю обратную связь от волонтера, особенно в первое время. После первого посещения я обязательно спрашиваю впечатления, как дела, что понравилось, что не понравилось, и у волонтера, и у руководителя. И обычно, если какие-то впечатления у них совпадают, и тот-то говорит, да, все было хорошо, но я перестаю переживать. Если там руководитель говорит, я еще поприсматриваюсь, если волонтер пишет, чтобы было сложновато, но посмотрим, я продолжаю эту ситуацию, стараюсь ее мониторить. Вот. Но обычно, если проблем не возникает, то я уже отдаю эту ситуацию на откуп руководителю группы, и он продолжает с волонтером уже работать и его как-то дальше вести. Ну, то есть, главное, что дальше происходит, это некое знакомство волонтеру уже с реальной работой, фактически под таким авторским управлением конкретного руководителя группы, и там же и происходит какое-то его, ну, условно говоря, обучение на месте, не отходя от производства. Наверняка руководитель может и сам что-то рассказать или попросить что-нибудь почитать, посмотреть, наверное, вот, или после там комментирует какие-то ситуации, чтобы волонтер больше понимал происходящее. И, как вы сказали, со временем все больше, ну, чего-то ему дает для действия, вот, чтобы тот все больше включался в работу группы. И вот на этом этапе, вот скажите, вот вы сказали, у нас вот есть некое сообщество, а дальше характеристика была достаточно индивидуалистическая, то есть, те какие-то суперкачества, которыми человек должен обладать, ну, там никуда не вмешиваться, ничего там, значит, не лезть никуда, быть суперпослушным, идея, ну, как такой идеальный ребенок дома, вот. Мама, можно я вынесу мусор? Можно. Вот, или еще что-нибудь в этом духе. Да, но это классно, на самом деле, и это действительно при такой работе действительно очень важно, но я, вот слово сообщество хочу, чтобы вы прокомментировали, а в чем здесь сообщество, общаются ли они между собой, и есть ли хоть что-то для них всех вместе, для волонтеров? Ну, мне кажется, что вот особенность волонтеров в педагогической команде, что он становится частью педагогической команды, и, во-первых, он уча... их объединяют, самих волонтеров между собой, не то, чтобы объединяют одни и те же люди и дети. Если мы говорим про волонтеров в интернатах, в интернатах, они как будто бы, во-первых, борются с одной и той же проблемой. Они работают, как правило, с группой детей, и решают одни и те же задачи, одних и тех же детей знают. Они такая некая команда. Волонтеры ЦЛП, они рассеяны по группам ЦЛП, и поэтому, мне кажется, первостепенная задача, чтобы волонтер вписался вот в эту педагогическую группу, и для этого есть спецсоветы. И поэтому волонтеры приглашаются на всякие мероприятия для сотрудников, и на конференцию может быть приглашен волонтер какое-то празднование Нового Года, и волонтер там поздравит с днем рождения. В общем, он становится скорее частью команды вот этой групповой. Поэтому на самом деле, когда устраиваются какие-то встречи волонтерские, волонтеры в группах, ну, в них не настолько нуждаются, как волонтеры в интернатах, у них какие-то другие связи налаживаются. И они да, спасибо большое. Ну, я действительно понял, и это очень важно, очень ценно, волонтер становится частью педагогической команды, которая, поскольку люди вместе работают, работают действительно вместе и рассуждая, и обсуждая, и решая какие-то проблемы, вопросы, то волонтер вот становится частью этой команды вплоть до допуска вот на эти педагогические, как вы там сказали, педсоветы, что ли. Вот, ну, да, то есть на мой вопрос вы ответили, это действительно очень круто, это действительно часть сообщества. Вот опять Николай Семенов чего-то хочет прокомментировать. Я хочу сказать, как участник, как волонтер ЦЛП, что именно так это происходит, что ну, вот я лично не чувствую никакого разделения там педагогов и специалистов и волонтеров. Мне кажется, что это все люди, все волонтеры и они все просто одни, они чуть больше понимали, как работать с конкретными там людьми, а у других чуть меньше, но в целом это все как бы одна команда, которая делает, ну, примерно одно и то же дело, важное для детей. Вот. помогает, задает вопросы и, ну, в общем, ну, и в целом я ощущаю вот такое как бы горизонтальные связи, в общем, которые помогают в целом ощущать себя уверенно в каких-то сложных ситуациях возможно. Ну, в общем, вот так. Спасибо огромное. Ну, вот вы проиллюстрировали и как-то подтвердили, да, все то, что говорит Татьяна. Да, спасибо большое. Друзья, еще раз обращаюсь ко всем, может, есть вопросы у кого-то, кто-то хотел что-то уточнить, прояснить, выпытать. Вот. Что-то у нас сегодня молчаливая команда. Вот. Николай? Да. Здорово. Ну, вот я просто думал, что работа с волонтером, она отличается от работы с ребенком и даже от работы с педагогом в команде. Все-таки волонтер это такой, ну, есть своя специфика, особенно в Даниловцах я это понял. И вот проводится какая-то большая работа по включению волонтеров, чтобы помочь ему адаптироваться к группе. и основной, основными отношениями для волонтера это являются отношения с руководителем группы, насколько я понял. А вот для руководителей группы проводится какое-то сейчас обучение про то, как работать с волонтерами. то есть или может быть когда-нибудь проводилось, но я просто подумал, что было бы классно позвать какого-нибудь не знаю, того же, ну, короче, человека, у которого большой опыт. Того же Николая Ерохина. Нет, меня мало, вот Юрия, да, чтобы он рассказал про какую-то специфику работы с волонтерами, потому что есть опасности, особенно вот в этой сфере профессиональной помощи, что от волонтера могут требовать сначала очень много и может быть поэтому 10 процентов доходит, потому что вот этот вот зазор, когда он вписывается в группу, он, возможно, должен быть более плавный. Часто волонтер на фоне педагогов выглядит не в выигрышном свете, потому что у него нет такой возможности. и руководители часто про это говорят и жалуются, что какие вот волонтеры все-таки не педагоги. Ну, как и любой ученик на фоне любого. Да, 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 вот я просто про это подумал, что классная была бы возможность, тем более людей таких много. Да, на самом деле классно, что у нас такой между собой получился. мы уже призываем коллег задавать вопросы, но коллеги не задают, поэтому мы общаемся и пытаемся прояснить то, что нам интересно. Да, и я не знаю, насколько вот такой вебинар внешний это такое место, где можно говорить о слабых местах волонтерства. Ну, вот я в начале нашего разговора оговаривалась, что это именно опыт ЦЛП, что он абсолютно не идеальный и, конечно, есть такие-то слабые места. Для меня есть вопрос как раз по поводу вопрос, который Николай Ерохин поднимает, есть ли какая-то выстроенная система как руководитель общается с волонтером, потому что здесь очень много отдается на откуп какой-то личности, вот если руководитель достаточно нежный, достаточно заинтересованный, достаточно мягкий, у него достаточно в этот момент ресурса, чтобы как-то волонтера поддержать, волонтеру комфортно. Не всегда так бывает, иногда у руководителя группы нет сил, времени и куча педагогических задач по детям, и он не успевает быть настолько там включен еще и в проблемы волонтера. И я, кстати, не знаю, насколько это может быть урегулировано, потому что действительно очень большая нагрузка ложится на плечи руководителей групп. Я даже думала о том, что, может быть, нужно назначать в группе какого-то ответственного. Мы с Колей, Николаем Ерохим это обсуждали. Я даже предлагала это, но это предложение не было встречено позитивно, потому что в одной группе это было реализовано, насколько я знаю. И мне кажется, достаточно. Смотрите, друзья, вы сейчас просто все тайны выдадите, а я как-то боюсь немножко, да, хотел немножко, так сказать, пока мы не перешли на личности, вот, немножко притормозить. Я просто хотел сказать, что я лично не вижу здесь особой проблемы, потому что ну, на мой взгляд, ЦЛП нашло для себя как организация, это мой сторонний взгляд, а вот, Татьяна, вы как изнутри, мы же сегодня вас пытаем, вот, вы скажите так или нет, ЦЛП как организация нашла для себя некоторый баланс. ЦЛП работает в Москве, крупный город, крупнейший в России, людей вокруг очень много, и действительно можно попытаться процеживать, как вот эти золотоискатели, каких-то жемчужины, бриллианты, там, слитки золота, которые примут все вот эти потенциально какие-то условные неудобства, что я должен ждать, я должен расписание, ну, не должен, конечно, никому, ну, мы так в кавычках, да, там, придется мне ждать, придется неудобство, придется вот выстраивать личный индивидуальный контакт с вот этим руководителем детской группы, а он может мне условно там подойти, не подойти, а другого выбора нет, и плюс еще особенности детей, вот в этой группе такие дети, в этой сякие, и тоже мои личные таланты, какие-то там, мои способности тоже, безусловно, должны здесь совпасть, то есть здесь очень много вот этих замков, которые должны открываться, но в силу обилия людей вокруг, я так понимаю, большую проблему вы все равно не испытываете, очередь все равно стоит, пусть даже маленькая, и, так сказать, вы свой баланс находите, ну, хорошо, даже если, ну, на самом деле иногда возникают такие ситуации, когда вроде бы кто-то есть, то вроде бы все равно волонтер не находится и не находится, но это какие-то ситуации решаемые, можно написать экстренный пост в Фейсбуке, написать, попросить там соцсеть ЦЛП уделить особое внимание сейчас именно волонтерской теме, как-то этот вопрос за счет привлечения внимания рисовать. Вот снова Николай Семенов хочет что-то прокомментировать. Николай, в следующий раз просто включайте микрофон и говорите, у нас здесь сколько-то я хотел еще добавить, я просто сегодня, да, активно участвую. Да, хотел бы сказать, что в ЦЛП я вот связан уже довольно давно, несколько лет, и вот я, ну, как волонтер и как активный участник разных мероприятий и выездов в том числе, вот, я бы хотел сказать, что, ну, в ситуации такого, как бы, количества добрых, приятных, высокого уровня общего доверия, такие вот ситуации, ну, как бы, сложные между вот руководителем группы и волонтерами, мне кажется, они, ну, как мне это ощущается, они такие очень мало вообще возможны, как я ощущаю, потому что, ну, мне кажется, это такое очень как-то понятное место, кто в нем находится, и, ну, которое позволяет людям как-то сразу же решать какие-то вопросы, какие-то понятные ситуации, и решать их там, по-человечески как-то с пониманием друг друга, вот, и, ну, и связи с этим у меня есть ощущение, что очень большой вклад как раз делает каждый участник всего этого процесса, который, как бы, и доверяет, и понимает, и делится, и задает вопросы, и поэтому таких каких-то разногласий, нарушений связей между волонтерами там и руководителями, они, мне кажется, очень скорее исключение, чем... Ну, то есть, вы как-то это не наблюдаете? Нет, я не наблюдаю, у меня не раз в примере. Да? Вот. Вот. Ну, на мой взгляд, это действительно вполне, может быть, прогнозированная ситуация, потому что коллектив все-таки относительно небольшой, вот, и плюс сами ценности, сами смыслы этого коллектива, это, вот, как было сказано, да, прежде всего в центре внимания ребенок, его семья, и понятно, что если волонтер приходит со схожими ценностями, то есть основа для договора, есть договор не юридического смысла, да, для какого-то такого вот внутреннего разговора даже какого-то, поэтому, ну, я это как-то так могу интерпретировать, да, это действительно понятно, вот, скажите, Татьяна, а вот, может быть, вы озвучили, и если я пропустил, прошу повториться, а вот, так, на скидку, грубо если, а вот срок жизни, в кавычках поставим, срок жизни волонтеров, ЦЛП, сколько? ну, средний такой, год, пять, обычно мы стараемся взять волонтеров, чтобы он отработал как минимум учебный год, потому что это связано с его обязанностями на группе, это сопровождение ребенка, и нам важно, чтобы его сопровождающий был стабилен, поэтому обычно, если волонтер уже начинает регулярно приходить, то он, этот учебный год, он доживает, а дальше бывает по-разному, либо волонтер остается, и уже, как бы, счетчик продолжает крутиться бесконечно, и волонтер может волонтерить, там, год, два, три, пока его просто какое-то расписание, его жизненная ситуация не изменится, а бывает, что волонтерчик, обычно год, два года, это время, сколько волонтер должен проволонтерить, я вот специально только сейчас смотрела, примерно, через сколько делают учениками волонтеров, и это примерно между годом и двумя занимает время. А ученик, по сути, это же тот же волонтер, то есть он ничего не получается, нет, ученик, просто у него такой внутренний некий значок на груди, что ты теперь волонтер. Нет, ученик, это сотрудник центра, получается он небольшие, но денежные. Не, ну не важно, он сотрудник. Да, то есть либо через год-два волонтер, ну, мне кажется, супердолго волонтеры не живут, потому что меняются просто их какие-то жизненные обстоятельства, либо через год-два волонтер становится с сотрудником, либо изредка помогает, или обращается. Ну, с сотрудником вы же упомянули важнейшие условия, у него должно быть или такое начальное, или уже полученное образование в сфере педагогики, психологии, там, ну и чего-то такого схожего. Да, и поэтому волонтер, который понимает, что он хотел бы продолжить, что он уже каким-то причинам начинает помогать на нескольких группах, его уже позвали, там, еще и туда, и туда, и на Валден поедет, и получается, что уже по времени он довольно много, много времени уделяет волонтерству, и понимает, что на будущий год он готов и хотел бы, но очень часто волонтеры поступают в магистратуру, или проходят переподготовку педагогическую, действительно, ради того, чтобы продолжить работать в ЦЛП, и получают образование. Ну, да, но это, опять же, в контексте общего числа 40, то есть, видимо, вы говорите все равно о единицах людей, да? Вот. И все-таки вот, а можно оценить сколько людей после вот этого первого условного испытательного года, который они берут на себя обязательства с вами отработать вот этот учебного года, сколько процентов уходит? Не могу ответить на этот вопрос, не обладая прям такими четкими цифрами. Ну, хорошо. Как вам такое? Нет, это не выпытываем в конце концов. Ну, нет, нет. Вот. Я в любом случае, Тань, благодарен, ну, мои многие вопросы вы как-то прояснили и так далее. Хотел бы здесь, может быть, еще раз сакцентировать внимание, что мы говорим об очень таком специфическом волонтерстве, очень глубоком включении в помощь детям с особенностями развития, и это совершенно действительно непростая история, сложная история, и о такой достаточно все-таки штучной работе. Вот. Так, друзья, коллеги, у кого еще есть вопросы? Вот, может быть, у Николая есть вопросы? Или вот у нас много кого? Вот, друзья, а то это я вроде как чего хотел прояснил. Я хочу сказать большое спасибо Николаю Семенову за то, что он так активно участвует в нашем разговоре. На самом деле Николай будет писать курсовую или дипломную работу? Да, я буду писать дипломную работу про сопровождение и волонтерство. В общем, я учусь в колледже на социального работника параллельно. Возможно, Николай нам как бы все цифры впоследствии и предоставит. Ну, если я смогу их... Надеемся на вас, Николай. Поясните, пожалуйста, вы будете писать работу по сопровождении детей волонтерами или по сопровождению волонтеров? Нет, по сопровождению детей волонтерами и в целом детей с особенностями... А в каком колледже вы учитесь? Ну, есть такой колледж московский колледж искусств и коммуникаций и там есть факультет технологии. Ого! И там такие вот темы, именно социальные, да, они принимаются и дают возможность писать, да? Ну, я ее сам выбрал, да, и предоставил мне, вот, колледж мой подволил написать на эту тему, вот, и я вот сейчас собираю информацию, в том числе, вот, с данной встречи я с большим любопытством конспектирую, вот, вас уже конспектируют, так что, да, Николай, спасибо огромное, на самом деле, это мечта любого лектора, когда сразу за ним что-то конспектируют, вот, мне в таком не признавались, поэтому я завидую Татьяне, вот, это здорово. Еще раз, друзья, я так вижу, что вопросов нет, ну, на мой взгляд, Татьяна очень подробно рассказала о работе Центра лечебной педагогики и по формированию вот такой вспомогающей волонтерской команде для педагогов. Ну, у меня, наверное, все, я не знаю, тогда все, да? Да, я всем благодарен, что вы были с нами, ну, как обычно, вот, не забывайте про наш YouTube-канал Школы социального волонтерства, про наши ресурсы, вот, следите за нашими другими анонсами, мы будем всех вас очень рады видеть. Таня, еще раз спасибо огромное, вы умница, молодец, красавица, вот, ну, и Николай Семенов тоже, вот, и Николай Ерохин. Николай Ерохин, уж давайте его тоже похвалим. Вот, так, все, друзья, спасибо огромное, я очень вам благодарен, спасибо, всем пока. Спасибо.